Сознание Кришны. Почему? Какой специфический элемент сознания Кришны вас привлёк? Это учение, которое объясняет, кто есть Бог. Единственное учение, которое раскрывает всю полноту истины о Боге. Прочие очень ограничены. А какой атрибут в Боге привлёк вас в наибольшей степени? Атрибут? Да, да, в концепции Бога. Какая черта, характеристика Бога привлекла вас больше всего? То, что он личность. То, что он личность. Личность. Я хочу знать эту личность. Он личность. Что вы подразумеваете под личностью? Он не есть некое имперсональное, безличностное, безличное начало, но... У него есть характер, у него есть форма. Я хочу знать эту личность и себя во взаимоотношениях с ней. Эта личность значит, что вы можете свободно с ней общаться на том же самом уровне, на равных. Личность значит, безграничная личность. Безграничная личность вас привлекает, это явление, да? Безграничная личность. Что? Да. А каким будет ваше положение? По отношению к безграничной личности? Незначительным? Самым незначительным? Самым незначительным. Он хочет развивать эти отношения, он говорит. Как это возможно? Как? Он безграничен. А мы безгранично крохотные, маленькие. Как мы можем развивать наши взаимоотношения с ним? Возможно ли это вообще? Да, это возможно. Почему возможно? Как это может быть возможно? Он хочет, чтобы кто-то показал ему, как развивать эти взаимоотношения. Но у вас есть вера. Вера в то, что возможно такое развитие этих отношений, что мы установим связь с этой безграничной личностью. Подобное развитие в нас. Хорошо. Вы женаты? как вы хотите использовать свою энергию, свои силы? Как вы хотите использовать свою энергию? Стремиться к самореализации в форме поиска или в форме служения? В служении Кришне? Посредством знаний или посредством служения? Как вы хотите использовать ваши силы, задействовать их в приобретении знаний или в служении? Он говорит, он хочет знания с тем, чтобы использовать это знание в служении Кришне. Это хорошо. Разумно. Очень хорошо. Продолжайте. Продолжайте идти по вашему пути. Шравана даша, затем Варана даша. Первая стадия — слушать о нем. Вторая — принять его своим хранителем, владыкой. Затем садхана даша. Речь идет о том, чтобы полностью отдать себя в его распоряжение. Бог для себя. Он сам для себя. Он сам по себе, и он сам для себя. У него нет иных причин, причин его существования. Он причинен самому себе. И он не живет, преследуя цели какой-то другой стороны. Он живет, преследуя свои собственные цели, живет ради своего собственного счастья и не ради счастья кого-то другого. Поэтому, если мы хотим его, то мы должны принять путь, ведущий к его удовлетворению. Ради его удовлетворения мы будем действовать. Он не стремится к удовлетворению кого-то еще. Он абсолют, он ради себя. Он самосущий и стремится к собственному удовлетворению. И он есть олицетворенное удовлетворение. И если мы хотим его, то должны научиться жить и действовать в его интересах ради его удовлетворения. Мы должны стать частями, частицами его удовлетворения. Мы предназначены для него, все предназначено для него. Он абсолют. И все и вся для него, ради него. мы должны научиться жить жизнью, в которой мы задействуем себя в деле его удовлетворения. И то будет гармония. Мы не можем вести независимую жизнь. На сто процентов то будет жизнь покорности, подчинения. И тогда мы установим с ним связь подлинным образом. Мы будем в гармонии. Он для каждого из тех, кто хочет задействовать себя в служении, в его удовлетворении. Тогда мы можем обрести его, иначе мы находимся вовне, как это происходит в настоящее время. Аня Абилаш, наше хаотичное желание, затем карма, то есть систематическая организованная деятельность, где присутствует примесь сознания Бога, затем гьяна, поиск с целью удовлетворить наше любопытство, попытка познать природу мира, в котором мы живем, окружающие среды, познать природу высшей цели. В качестве субъекта мы ищем, вопрошаем дело и окружающий мир объектом, предметом нашего поиска, это гьяна. Я не хочу этого, я не хочу того, ни то, ни то, ни то. Отвержение, отвержение и принятие, утверждение себя в качестве субъекта, это знание. И, наконец, преданность, жертвенность, позиция, в рамках которой я хочу, я стремлюсь к его удовлетворению, это цель моей жизни, у меня нет иной, отдельной, независимой цели жизни. Я хочу слиться, слиться в гармонии, работать ради его удовлетворения, единый. о едином это речь. Множественность, множество, связанное с единством, с едином. Разнообразие в единстве, многообразие и разнообразие в единстве, но разнообразие должно быть подчинено единству или единому началу, и тогда это гармония. Мы должны научиться этому и практическим образом задействовать себя в этом. Одного лишь теоретического знания недостаточно, оно не удовлетворит наше внутреннее чаяние, наш голод. Наш голод не будет утолен одним лишь поиском, но поиск должен быть подлинным, должен иметь практическую цель, конструктивную цель. Носить конструктивный характер, иметь позитивную цель. Речь не идет о занятиях в научной лаборатории, в которой они ищут Бога, каков Он, где Он. Нет, не об этом поиске, в кавычках идет речь. Он не придет в нашу лабораторию. Он не станет предметом наших исследований. Мы должны полностью отдать себя в распоряжение Его милости, и тогда Он может по милости своей открыть Себя нам. Но предаться, отдать Себя Ему и искренне искать подобное умное настроение. И таким образом мы можем прогрессировать лишь настолько, насколько мы принимаем Его нашим Хранителем, нашим Владыкой, нашим Господом, а не рассматриваем Его в качестве предмета, призванного удовлетворять наше любопытство или какие-то мирские нужды. Не таким образом. Так мы не сможем к Нему приблизиться. В таком случае нас оставят вовне. Севен мухьяхе джихвадан. Всегда. Самоотдание. Я не хочу независимой жизни. Я хочу жить в синий волстоп, принимая Его пристанище, прибежище. Под Его опекой мои интересы включены в Его интересы. Так мы сумеем приблизиться к Нему, но не в Духе независимости. Вначале мы должны принять это. Заключение будет. Договор, контракт подписан. Договор. Я для тебя. Я готов буду выполнять все, что ты захочешь. безо всяких оговорок и условий. Безусловное, ничем не обусловленное отдание себя. И тогда Он позволит мне войти в Его царство, в Его обители. А иначе я останусь на окраине, я останусь вне, за стенами. Вы англичанин? Вы англичанин? Или шотландец? Англичанин. Англичанин. Общество, общение — это самое могущественное явление, способное помочь нам в этом деле. Мы должны призывать, приглашать благодаря обществу Его предных будем развивать нашу действенность, эффективность. Мы приобретаем определенное умное настроение, Дух, в котором мы будем приближаться к Нему. Писания и святые. В действительности святые, потому что святые святые — это собирательный термин. Он может подразумевать многих людей, и верующих, и неверующих, тоже именуют святыми. Есть джайнские святые, буддийские, люди, которые даже не верят в Бога, которые лишь придерживаются неких высокого уровня моральных принципов святых, но преданные, подлинные преданные, люди, которые не просто декларируют преданность, не преданные имитатора, но подлинные преданные, искренние преданные. Мы должны общаться с ними и усваивать от них настроение, дух, поиска Господа, духовной природы. Он есть субъект, высший субъект, и все остальные являются Его объектами. Его бытие, Его природа такова. Он способен видеть нас, но мы не можем видеть Его. Если Он захочет, Он может прийти в наше сердце и может пленить даже наше зрение или наш слух изнутри. и тогда мы будем думать, «Я вижу посредством глаз Его». То есть это восприятие зрения, зрелище приходит из тонкого в грубое. У Него нет грубого тела и никаких грубых элементов в Нем. Все в Нем духовно, и Он может не зайти, не зайти и завладеть душой через душу к уму и затем к глазу, к зрению. А затем Он может уйти. Никакие материальные, все, что мы понимаем в качестве материи, Он стоит над этим. Его бытие над материальным. Материя – это заблуждение, ложное представление. Гаульхари, гаульхари. Какова Ваша программа, Ваши планы? Как долго Вы планируете здесь задержаться? Завтра я уезжаю. Завтра он уезжает. Завтра? Куда? Джаганатхапури. В Пури. Хорошо. Кто Ваш руководитель? Есть ли у Вас какая-то карта буквально, то есть программа действий, руководитель? Он изучает картографию в университете. Он изучает картографию. Картографию? Да. Карта – это еще не сама страна, но карта связана со страной. На карте изображены карта страны и реальная страна. Те концепции дхама, которые содержатся в Писаниях, это нечто вроде карты. И консультируясь с картой, мы с помощью правильной оценки расчета мы можем достичь той субстанции, ради которой карта была нарисована, реальность. Сознание Бога, о котором говорят Писания, это нечто вроде карты. Это еще не реальность, не реальность, но эти описания могут дать некоторое представление о реальности. Акканада Махараш еще не вернулся? Он только что прибыл. не вернулся, а не вернулся. Продолжение следует...